Ребятушки, всем привет! Всех приветствую на каналчике Токсикул, ФБР на связи, как вы видите. Я вещаю, с города Харькова коренной житель, поэтому с вас обязательно лайкосик и подписочка на каналчик в поддержку харьковчанина. Готовьте чаюку! Ля-ля-ки-баб! И мы стартуем! Ради стадигов погнали! Ребятки, всем привет! Всех приветствую на своем канале Город Харьков на связи. С вами ваш Александр. По вашим долгожданным просьбам выхожу с вами на связь. Рассказать, как реальная обстановка в городе, что нового, что интересного, что вообще происходит, как мы прожили эту ночь, были ли прилеты, вообще в целом, как обстановка в городе Харькове. Ну давайте начнем, ребят, с самого начала. Сейчас наверняка самый такой главный вопрос вообще в целом, не только Харькова, ну один из главных, давайте так, не самый главный, но один из главных. Это электроэнергия, это свет. Проблемы со светом, с электроэнергией. Почему говорят, что много люди включают кондиционеры, и если все, в том числе в Киеве и в других городах, не будут включать кондиционеры, то отключений вообще не будут. Я такое слышал по телевизору, вот скажите в комментариях, насколько это правда. И что нужно отключать вот эти вот рекламные какие-то бигборды. Но я у нас в Харькове особо их и не видел, этих рекламных бигбордов. Да и чтобы кондиционеры у людей работали, у нас не настолько богатые, наверное, люди. Это, наверное, скорее всего в Киеве, там где-то, да. У нас же и дома, ребят. Если кто не в курсе, вот если сесть вечерком, да, напротив многоэтажки, посидеть на лавочке, посмотреть на дома, либо же просто посидеть возле подъезда, то ты можешь увидеть, что дома заполнены процентов на 30, на 50 максимум. То есть люди уехали, людей нет в домах. Где они? Ну, сами понимаете, кто-то за границей, кто-то где-то в село уехал, кто-то уехал на дачи для того, чтобы пересидеть, переждать и так далее и тому подобное. Поэтому сказать, что у нас прям столько много кондиционеров включают, я не могу сказать, что прям такое количество. Еще вот это мне комментарии ваши, я не могу понять. Напишите, растолкуйте в комментариях, что вот это вообще значит, что вы мне пишите, это у вас кондиционеры взрываются. Без конца пишут, это у вас кондиционеры взрываются, это у вас кондиционеры, это кондиционеры, это кондиционеры. Что кондиционеры, я не могу понять. В смысле кондиционеры, к чему вы это ведете. Я ни разу не видел в своей жизни, чтобы вот так вот кондиционер, там что-то громко там взрывался, чтобы полдома разнесло. Я видел, чтобы газовые баллоны, да, это все да, кислородные, газовые. Но чтобы кондиционер, к чему вы такое придумаете, Я не думаю, что он настолько опасен Напишите, ребят, в комментариях В общем, отключение света Даже некоторые из наших подписчиков Писали, что света не было 20 часов По поводу прилетов В сам город Харьков Прилетов не было замечено Были прилеты в области И в частности в Купенске И в Купенском районе Очень много, ребят Очень много было прилетов И люди продолжают эвакуироваться Продолжают выезжать С прилежащих сел Потому что очень частенько прилетает В Харькове Обстановка более-менее сейчас Более-менее тихо Но по области, вы сами понимаете, что громко И громко не на шутку Должен вам еще сказать, ребят Такую историю, что я вам хотел рассказать Что люди Хотят вернуться в Харьков Несмотря ни на что Среди моих знакомых Наших подписчиков Лично моих знакомых Есть вот девчата Которые хотят вернуться домой Несмотря ни на что Уехали в свое время В Германию Забрала вот Вот одну историю жизни Вам расскажу Много не буду Уехала знакомая Хорошая Которую я знаю Там чуть ли не с детства Вот она уехала Со своей дочкой В Германию Там их поселили Где-то они в первые дни Заболели Простудились И В общем у них как-то там Жизненный путь В этой Германии Вообще не складывался Ни разу Плюс Ко всему Там же устраивать Вот эта вот школа Садики Ребенка Ребенок не понимает языка Естественно для ребенка Это тоже Такой своеобразный стресс И она не может общаться Со сверстниками Не понимает О чем они говорят И многие дети Из наших Которые поприезжали С Харькова Туда С Мариуполя С Донецка С Луганска Да Которые поехали в Германию Вот она рассказывает Что у многих Есть такая штука Как дети Прячутся под столы К учительнице Либо же под свой Говорит Не знаю с чем это связано Может потому что Они так хотят оградиться От сверстников Которые на немецком Разговаривают Может это после того Как они Что им пришлось пережить В первые дни В этих городах Да То есть Ну Как говорится Вот такая история Помимо всего этого Там проблема С лечением Ребенка В плане того Что быстродействие Всего этого Кучу бумажек Надо собирать Чтобы это Надо туда справку Бумаги 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 Справки Без конца Чего у нас уже нет Говорит И давно нет Это уже Тот же самое Перевести деньги Помочь Все это у нас Делается онлайн Там говорит Ну проблема С этим всем Даже карточку себе Банковскую Сделать Это большая проблема И Вот говорит Хочу возвращаться В Харьков Но пока в Харьков Не могу вернуться Приехала Она на западную Украину С дочкой Говорит Сразу дочка Сразу лучше Стала себя чувствовать Сразу она Общается со сверстниками Рада Меньше болеет И она себя Лучше чувствует Нашла Тоже работу В Венеции Она находится Сейчас в данный момент Нашла она себе Работу Работает Говорит Что тихо Мир Ну Не прилетает Там И вообще Другое дело И планирует Постепенно Может Говорит Потом в Киев Поеду С Киева Потом приеду В Харьков То есть Хотят люди Возвращаться Не понравилась Европа Ну вот Вот так я вам Рассказываю Как бы это Из жизни Да То есть Много писанины Непонятный язык Долго его учить Все равно Ты не вливайся В общество Толком ты не понимаешь Плюс Это культура Ну Ребята Это надо Я считаю Не один год А может Даже не один десяток Лет прожить Для того Чтобы Понимать Хорошо Людей Для того Чтобы общаться Ну Хорошо И вот Дети Тяжело Вливаются В общество Почему Потому что Для них Вот это Язык Барьер Языковой Хоть и маленькие Как бы дети Те тоже Которые там В начальных Классах Но для них Это тяжело Сразу Вот так вот Ладно бы Они с грудничка Учили этот язык Это да С маленьких А кота Уже Они как говорится Там первый Второй Третий Класс Тяжеловато Такая жизненная История Напишите в комментариях Если вы Где-то За границей Хотите вы вообще Вернуться В Харьков Либо же Домой сюда В Украину Да В какой-либо Город Потому что Ну реально Я смотрю Среди наших Подписчиков Очень много Людей Которые Просто Очень сильно Хотят вернуться Домой Очень сильно И Говорят Мы ждем Просто этого Момента Когда вернуться Домой В Украину Такие ребят Дела Пишите свое мнение По этому поводу В комментариях Всем крепкого здоровья Кто хочет помочь Поддержать Ссылочки для донатов В закрепленном Комментарии Под видео Денежки можно кидать С любой страны В любой валюте Деньги идут На корм животным На бензин для инвертора Чтобы когда свет Отключать Я мог выходить С вами на связь А наши рыбки Могли дышать Чтобы компрессора Работали Вот эти бульбашки Шли у них На лечение Нашего кота Шарика Поддержите Ребятки Всем мирного неба Крепкого здоровья И счастья В каждый дом Симсунка Ты с укрытия вылез Да? Ты с укрытия вылез Мой хороший Ты цветочки охранял Да? Ты охранял цветочки? Хе-хе-хе Человочку Человочку Там тенечек Что это на щечке У тебя такое? Как ты ночь Провел Зевсунь Более-менее Все хорошо Мой маленький Все хорошо Мой заячек Мой хороший Что тут надо почухать? Да? А тут? Хе-хе-хе А тут Саша чуха Там? Не там? Ще ты Зевсунь Привет Передавал всем подписчикам Скажи всем Ребятки Огромное спасибо За каждую вкусняшку За каждую косточку За вкусную кашу За шейки Домашние Для кашки Зевсунь За витаминки За все За все Ребята Там писали Еще Чтобы я закладывал Мазь Под века Зевсу Ребят Вы даже не представляете Какой он становится Когда ты начинаешь Лезть ему в глаза Когда он был молодой Он позволял все это делать Был послушный Сейчас он Знаете Как такой вредный старичок Он не позволяет Делать Ничего То есть он или кусает Сразу Предупреждает Вот так Знаете Или Ну Не дает И намордник Пробовал одевать И все что хочешь Ну как бы Он срывает И намордник И горчит И обижается И расстраивается Но нервы делать Ему я не буду Видите Глазки намного лучше Из-за того Что промываю чаем Я понимаю Я капал Ребят Посмотрите Мои ролики Предыдущие 8 лет Мы уже снимаем Я и мазал Зевсу И капал И уколы делал И что только не делал Ребята Ну Ухаживаешь за собакой Когда такое количество Времени у тебя Твой друг Зевсунька Такой Да Ха-ха-ха-ха Ты Голосоповец Бумбазя Что ты А ну Кусишь За палец А ну Кусишь Кусишь Сейчас Ой как И вось палец Что там по зублям Черненький Он что-то Кариес Ой Сверху на лед Зевсунь Сверху на лед Ты что не чистишь зубы Ты что не чистишь зубы Ты не чистишь зубы Блин Ну я в тебе вірил Что ты чистишь Я же тебе сказал Колгейт бери Чи что-нибудь еще А ты не Хе-хе Побежал Скажи Представляю Что зубы сейчас почистят Мало то Что в глаза Нам мази натолкают Еще и зубы начистят Вот второй Наш бумбазяур Доброе утро А шо у тебя Уже течет со рта Шо у тебя Уже течет со рта Я не могу понять Шо случилось же Шарик Шо там хоть Горло нормально Покажи Шо и там уже шо то Не нормально А шо у тебя течет со рта Слюни Ты шо уже Нажрался какой-то дряни Чи целовался С девками Легкого поведения Те которые лазят Я тебе говорил Шарик Сколько раз Перебирай Потому что могут Наградить таким букетом Что потом слюни С рта текут Они вот стоят Там возле трассы Эти кошечки А ты ведешься У тебя же есть домашние Вон свои Машка Сиренька наша А ты Презься Я вам скажу Раньше Вот этого бомбозявра Я встречал Чуть ли не возле базара Он шастал По нескольку километров По девкам Искал кошечек себе Десуня говорит Меня покажи Что ты показываешь Меня покажи Ребятушки Всем добра бабла Позитивчика Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Нам с Багирой Пишите комментарии Подписывайтесь на инстаграм Тикток Телеграм Группу таксистов Ну а кому нужна страховка Страховка Залетайте по ссылке В описании Мы с Багирой вас страхуем По промокоду ТОКСИКУЛ-21 Вашу тачку ОСАГО будет С 10% скидкой Всех обнял до хруста Пуко-пуко До новых встреч